Уважаемый президент, во-первых, спасибо, что оказываете такую возможность в форме общения. У меня вопрос по Южному Кавказу. Были, конечно, прекращения огня и договоренности, но вопрос еще не до конца решен. И вы знаете, что есть сомнения у некоторых стран, братские республики, страны, которые в регионе есть. Придуман формат, который получила поддержку Россия, тоже 3 плюс 3. Но пока не действует. У Ирана, Азербайджана и России был формат по коридору северо-юга. У Ирана, России и Турции был формат трехсторонний борьб с терроризмом. Кстати, к сожалению, появилось явление терроризма и на Южном Кавказе. Здесь роль России, конечно, очень важен. И другие форматы, с участием Армении и других стран, возможно. Не считайте, что нужна более скорая инициатива, чтобы создать какой-то формат. Или как думаете, какой формат будет более эффективнее, чтобы учитывать интересы республики Южного Кавказа и стран региона? Спасибо. Во-первых, должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. Все-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться на сиюминутные конъюнктуры политические и принять очень ответственные решения. Я знаю, что, как ни странно, и в одной, и в другой стране есть претензии, даже не высказывается, в отношении своих руководителей. Всегда есть политические силы, которые чем-то недовольны или считают, что можно было бы сделать лучше. Ну, всегда возникает ответ. Попробуйте сделать лучше. Все-таки президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие. Но даже дело не только в этом. Хотя это ничего важнее, чем сохранить человеческие жизни, и быть не может. Тем не менее, есть еще важные аспекты, а именно. Нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Эти условия могут быть созданы только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договоренности как долгосрочные. И с обеих сторон оценят преимущество, хочу это подчеркнуть, преимущество мирного сосуществования. А в этом все заинтересованы. Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахачеванией. Тоже заинтересован в том, чтобы разморозить коммуникации. Это одна из первых задач, которая стоит перед Арменией. Наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе. В том числе даже с Азербайджаном на будущее. В принципе, Армения в этом заинтересована. Разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер. И это и в одном, и в другом случае должно привести к достижению главной цели. К созданию безопасного сосуществования двух государств. И созданию условий для экономического развития. Возможно это сделать или нет? Возможно. И мы сделали все, что от нас зависит, для того, чтобы кровопролитие было прекращено. Но не только. Наши миротворцы достойно исполняют свой долг. Уже свыше 50 тысяч беженцев вернулось. 50 тысяч к своим родным местам. В целом удается сохранить ситуацию в зоне конфликта в том виде, в котором у нас есть. Нет никаких крупных боевых действий. Да, к сожалению, случаются инциденты. Да, к сожалению, даже люди иногда гибнут. Но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния. Самое главное сейчас это окончательно урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь даже нам, пожалуй, никто больше не нужен, кроме двухсторонной России. Почему? Есть очень простые прагматичные вещи. Да, карты, потому что в генштабе Российской армии находятся. Карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период. Вот, основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон. Там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов. Где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Так, чтобы только это было признано. Было понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно. Но, конечно, мы и за то, чтобы найти и многосторонний формат. В том числе, скажем, активизировать работу Минской группы. Но мы над этим работаем, в том числе с нашими партнерами. Главное, чтобы добиваться главной цели. Создание ситуации безопасности и будущего строительства отношений в позитивном ключе. Но пока, вот то, что мы ставили перед собой в качестве цели, в целом нам удается этого добиться. Ну и, конечно, нужно смотреть в будущее, смотреть, что будет дальше. Ведь дело не в том, что там в соответствующей статье нашего заявления предусмотрено продление, продление, возможное продление пребывания российского контингента. Разве дело в этом? Дело в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами. Вот что самое главное. И надеюсь, что нам удастся это сделать. Дело в том, что там 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 в том.